Взрыв, потом второй. Меня вынесло со стеклом. Меня вынесло взрывной волной и ранило в руку. Дальше это был ужас. Харьковчанин Тарас – один из раненых в городе 7 апреля. Всего, по данным облпрокуратуры, травмы и острую реакцию на стресс получили пятеро горожан. По предварительной информации, российская армия ударила по жилому району двумя УМПБ, унифицированными межвидовыми планирующими боеприпасами с самолета. Это гражданский квартал. Здесь гражданская застройка. Здесь живут гражданские люди, скажем так, 80 метров до входа в центральный парк, где в то время, конечно, очень много местных жителей, детей, женщин. То есть последствия могли бы быть совсем другими, гораздо более ужасающими. Впервые с 2022 года Россия ударила по городу модифицированной авиабомбой 27 марта. В последнее время Харьковская область подвергается атакам ракетами, бомбами и дронами фактически ежедневно. По информации издания The Economist, с декабря 2023 года по Харькову запущено больше баллистических ракет, чем когда-либо с начала войны. Россия решила превратить город в серую зону, непригодную для проживания гражданского населения. Россия сейчас готовит 6 дивизий, примерно 120 тысяч военнослужащих в Восточной Сибири. Это может свидетельствовать об информационной кампании Кремля, направленной на запугивание харьковчан, из публикации изданий The Economist. Вместе с тем журналисты утверждают, что предполагаемая военная операция по захвату Харькова, о которой все более активно рассуждают в российских медиа, сверхсложная задача для России, поскольку захват города потребует прорыва украинской обороны и его окружения, чего Россия даже близко не в состоянии сделать. На сегодняшний день нет сил для наземного наступления на Харьков. Ни на Харьков, ни на Суму, ни на Киев. Нет войск, банально нет войск, которые могли бы наступать на этом направлении. И пока нет признаков концентрации этих войск на тех направлениях, которые могли бы складывать прогнозы о том, что Российская Федерация готовится наступать на Харьков. В последние недели российские оккупанты прицельно бьют по критической инфраструктуре Украины. Больше других пострадал Харьков. В городе повреждены высоковольтные сети. Энергетики прибегают к временным отключениям электроэнергии. Мы сейчас работаем большими силами, круглосуточно, для того, чтобы стабилизировать ситуацию с энергоснабжением, электроснабжением нашего населения. И здесь, конечно, у нас работают сотни сотрудников госсужбы по чрезвычайным ситуациям, которые ликвидируют последствия обстрелов. И сотни наших энергетиков для того, чтобы возобновить снабжение. Олег Сенегубов, глава Харьковской областной военной администрации. В эфире марафона Едени Новены. 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Защита Харькова от российских ударов и укрепление украинской противовоздушной обороны – топ-темы обсуждения. Ищем возможности дать Харькову больше защиты неба. И это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины. Для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами. Совершенно очевидно, что и имеющихся у нас в Украине средств ПВО не хватает. И это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец-то должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купенску, городам Донецкой области, Запорожью, Сумской области, многим другим украинским общинам. Российская армия терроризирует не только Харьковскую область. Первое место по интенсивности атак занимает Донецкая область. В условиях многочисленных ежедневных обстрелов живут Херсонская, Запорожская, Сумская области. Валерия Никипелова для телеканала «Фридам».